мы сегодня поговорим о курении и о том как же все-таки бросить курить и так все куряки пожалуйста примите к экранам своих телефонов сегодня будет для вас возможно уникальная возможность бросить курить в прямом эфире мы поговорим о некоторых моментах связанных как с курением так и с тем как бросить курить чем может помочь вам врач психотерапевт чем он может облегчить это страдание потому что вы будете воздерживаться от никотина и будет обстиненция это понятно но как минимизировать риски при бросании курения вот обо всем этом мы будем говорить у вас есть возможность задать мне вопросы в прямом эфире если будете более активны чем обычно то мы разыграем в прямом эфире 10 но не 10 77 сеансов гипноза потому что у нас 10 таких папочек по 7 сеансов каждый то есть у нас 70 сеансов по бросанию курения ну вот одну ступень мы разыграем бесплатно 7 сеансов гипноза может получить человек который задаст какой-то интересный вопрос или ответит как-то хорошо на те вопросы которые я буду задавать уважаемые друзья мне интересно как вы вообще меня слышите и видите то есть слышите ли вы меня видите ли вы меня мы работаем сейчас на нескольких площадках ю тубе идет прямой эфир в инстаграм фейсбуке в одноклассниках в контакте и в тик токе конечно и мы вот должны понимать что вы нас слышите и видите поэтому пожалуйста поставьте какой плюсик или напишите слышно хорошо видно хорошо это важно потому что иначе мы может быть говорим в пустую пожалуйста дайте обратную связь и мы начнем а пока вы пожалуйста собирайтесь с мыслями потому что если вы знаете хороший вопрос то о пишут видно и слышно классно все замечательно это в инстаграме у меня есть обратная связь так что касается тик тока отлично видно и слышно замечать все я спокоен так ну и в фейсбуке тоже дайте нам пожалуйста обратную связь в ю тубе напишите если вы нас и так ну основные площадки у нас это инстаграм и фейс и тик ток не знаю почему но так сложилось как-то там наибольшая аудитория тем не менее мы выкладываем в ю тубе все наши прямые эфиры если вы сейчас не очень свободны значит будьте уверены мы выложим на youtube на наш канал доктор бужагин все сегодняшние материалы весь прямой эфир все ответы на вопросы мой короткий спич но и главное сегодня будет не просто какая-то говорящая голова очередной раз я подумала что это мы с вами проводим прямые эфиры а я вам как-то очевидной помощи не оказываю ведь я провожу каждый день индивидуальные консультации по ватсап вот только что прошло у меня очень много таких встреч сейчас сегодня и после эфира еще записаны люди и это очень хорошо работает люди бросают курить бросают пить и даже уж те вообще нервную систему всю приводит в порядок хотя до этого ели сумками таблетки психотерапия очень такая штука действующая и за короткое время можно взять и избавиться от чего-то что вас годами тревожило поэтому вы всегда можете обратиться к своему личному врачу психотерапевту где бы я не находил сейчас я нахожусь штатах но вы может находитесь в европе или в россии пожалуйста со всего мира люди к нам обращаются и довольны довольно результатом но если нет возможности все-таки я часто практикующий врач и платное лечение тем не менее есть возможность прямо вот в прямом эфире я подумал почему бы вам сегодня не помочь бросить курить тем кто нуждается поэтому будьте внимательны что я говорю что я делаю возможно после окончания эфира вы примете окончательное решение бросить курить вообще люди очень быстро учатся и плохому и хорошему и я это заметил как человек может десятилетиями курить и находиться в западне а потом вдруг как будто его осеняет приходит какое-то откровение и он легко бросает курить например или бросает пить поэтому эфиры с доктором гипнотерапевтом я же все-таки гипнозом занимаюсь лечебными серьезными процедурами а он ведь не только бывает с такими закрытыми глазами когда говорят спать но и с открытыми глазами из гипноз вообще гипноз это передача чувственная идея от человека к человеку и сегодня я передам вам какие-то идеи которые могут отложиться где-то на сознательном или бессознательном уровне и помочь вам легко бросить курить и так вы пока можете писать вопросы которые у вас где-то сформировались может быть в голове а я начну рассказ и потом мы с вами еще ответы на вопросы будем делать и разыграем 7 сеансов гипноза которые очень хорошо помогают при снятии абстиненции влечение как физического так и психологического к табаку все эти сеансы в открытом доступе находятся у нас на сайте пожалуйста доктор гужагин зайдите на мой сайт там есть раздел магазин гипноза все есть у вас там 1000 рублей но купили себе семь сеансов гипноза если сегодня не выиграете бесплатно я сказал вам что там 70 сеансов по этой теме и по нервной системе и от алкоголя и лишнего веса от игромания от наркомании от тревог страхов панических атак у нас очень много работы проделана такой творческой и все это к вашим услугам можете написать мне заявку мы все это вам вышли и так приступаем именно к нашей теме как бросить курить уважаемые друзья для того чтобы бросить курить нужно созреть люди начинают курить из подвале они обычно рано знакомиться с сигаретами это школьный возраст вот я ваш покорный слуга начал курить это в первом классе мой брат который был старше меня на четыре года он был уже более таким взрослым и вот мы находясь на каникулах у дедушки с бабушкой нашли рубль но это было давно это были большие деньги да действительно взяли вот нашли рубль гуляли гуляли кто-то обронил купюру один рубль и мы на этот рубль купили сигарет но нам помогли купить конечно мы были дети но нам помогли пачку сигарет каких-то конфет накупили что-то еще рубль тогда стоил деньги сейчас он просто рубля тогда это были деньги вот ну и так мы взяли эту пачку пока дедушка с бабушкой были на работе мы закрылись в комнате открыли правда форточку и начали курить по взрослому мы закрылись в одной комнате чтобы как мы считали дым не шел бы в другие комнаты но открыв форточку мы думали весь табачный дым потянет на улицу но как ни странно дым не только не шел на улицу а наоборот он как-то по всей квартире по моему распространился но и в нашей комнате тоже было очень много уже дыма а курили мы так закуривали сигарету делали прямо всерьез все затяжку курили я помню брат мой было очень жарко в комнате потому что комната была небольшая я помню что я разделся до трусов трусы были такие семейные черные это было много лет назад даже время было такое носили черные семейные трусы и вот я помню у меня были носки коричневые такие с резинкой которая спускалась до щиколотки трусы семейные большие такие и больше на мне ничего не было майку рубашку снял и ходил я с важным видом такой важный как взрослый руки в боке картинно сигарету подносил губам затягивался выдыхал сигаретный дым и так было горько как товар то что я все время плевал я плевал прямо на пол пол был такой дощече ты из досок покрашенный я плевал и было очень много моих плевков я в эти плевки наступал носки мои как-то стянулись с ног волочились как-то общем вид был какой-то ужасный смешной но я ходил важным таким видом и курил сигареты курил до такой степени что по-моему чуть ли не в обморок уже упал мне было сколько семь лет и брату моему было но на четыре года больше и вот мы ходили и курили несколько часов мы эту всю пачку прикончили и за как мы остались живы мы высовывали высовывались форточку по пояс изображали себя взрослых вот мой первый такой экспириенс в детстве в первом классе вставляете то есть сигаретами очень рано многие знакомятся по глупости в детстве но кто не в первом классе значит восьмом десятом классе потому что это свойственно подросткам новый какой-то опыт осваивать особенно взрослые все же курили вокруг это сейчас у нас уже практически все бросили курить а сейчас тогда это было нормально куришь куришь никаких не было таких зон для не курящих курили в самолетах я летал самолетах первых ту 134 ту 304 кажется были и там в подлокотниках пепельницы были в машинах пепельницы были люди курили в машинах самолетах в поездах это сейчас весь мир уже взялся за то что приезжать надо было давно куряк государство уже заставила их самолете курить нельзя в поезде курить нельзя в школе курить нельзя в подъездах и тех гоняют сами жильцы потому что воняет тащит с первого этажа там до десятого этажа и как-то многие взялись за голову очень многие люди бросили курить да действительно люди опомнились но государство создало некие условия и честь ему и хвала вот в этом я поддерживаю решение о жестких таких мерах для курить потому что к сожалению многие не понимают что это настоящая наркомания здесь сша никотин введен в реестр наркотических веществ и ввоз всемирная организация здравоохранения признала никотин наркотиком по каким критериям по медицинским то есть есть все диагностические признаки диагностические критерии наркотической зависимости а именно первое абстиненция когда человек воздерживается от агента зависимости от сигареты например или там марихуаны или там от более тяжелых наркотиков скажем героин или амфетамин или прочее еще кокаин не будем об этом говорить о грустном не будем это вообще печалька полная то возникает похмелье абстиненция это один из самых важных диагностических признаков куряки ну-ка вот давайте честно признаете себе когда вы какое-то время не покурите ну например вы летите в самолете но вынуждена вы не можете курить что вы делаете первое что вы ходите скажем на свободу с трапа самолета или в рукав зашли все вы ищите где можно покурить потому что вам неуютно вас ломает у вас суетливость под ложечкой там как-то вас немножко щекочет в общем не по себе а вы курили сигарету отпустила и так первый диагностический признак зависимости это похмелье абстиненция страдания если вы лишены в силу каких-то обстоятельств агента вашей зависимости второй диагностический признак самый такой верный увеличение дозы потребления наркотика то есть куряки ну-ка признайтесь себе увеличили ли вы чистоту курения и следовательно дозу курения ведь поначалу вы курили наверное не столько и не так часто постепенно может вы упали даже на 3-4 пачки сигарет это признак наркотической зависимости увеличение дозы принимаемого психоактивного вещества третий критерий кстати пишите пожалуйста вот то что вы на себе сейчас обнаружили вот мои диагностические критерии я уже два перечислил вы мне напишите да я чувствую себя не ломаном ловко когда я не курю это первое вы должны сказать да есть абстиненция дальше у меня увеличилась частота и дозу употребляемого табака то есть больше стал курить и чаще пожалуйста это тоже пишите мы сейчас наберем диагностические критерии а потом мы сегодня может быть бросим курить понимаете то есть это все не просто разговоры я вас подвожу к идее бросить курить прямо сегодня в прямом эфире дальше 3 важный декса диагностические критерии если вы замечаете что вы не накуриваете сигареты то есть вы одну сигарету выкурил раньше вам ее хватало там но может на час или на несколько часов а сейчас прошло пять минут вам еще надо то есть вам не хватает этого удовольствия вот этой эйфории от табака и если вы чувствуете что вы не накуриваете что вам не достает радости ну или успокоение от выкуренной сигареты если вы прикуриваете от одной сигареты уже следующую то есть вы вынуждены догоняться как говорят в народе новые дозы то есть вам все больше и больше нужно когда вы сможете наконец-то как-то расслабиться успокоиться какое-то эйфоричное состояние получить вот это говорит о том что у вас третий диагностические критерии это повышение толерантности к психоактивному веществу ну это как алкоголики раньше там хватало им там рюмочки а час их литром не собьешь им нужно добирать добирать дозу чтобы как-то получить удовольствие также и сигареты то есть не приносит вам обычные дозы удовольствия удовлетворить вот в погоне из-за этой эйфории многие три-четыре пачки сигарет выкуривали далее следующий диагностический критерий пишите да у меня есть эта толерантность повышается то есть я не накуриваюсь одной сигареты мне на мало ее хватает дальше диагностические критерии которые тоже очень как лакмусовая бумажка четко выявляет зависимого курильщика если некоторые обстоятельства которые не располагают курению ситуация не то ну как то вот вам нельзя курить не следует а вы тем не менее нарушаете эти все социальные запреты например вы едете в поезде но у вас возникает идея выйти в тамбур незаметно и покурить вы знаете что будет штраф всегда в каждом поезде есть два полицейских они едут в каждом поезде но несмотря на то что вас могут застукать вы тем не менее делайте это и нарушаете или например у вас идет важное совещание но вы тем не менее выходите прямо посреди совещание и курите в курилке потом возвращаетесь то есть вы что-то пропустили какую-то важную информацию или вы сами ведете собрание но вы тем не менее вот выпадаете из привычной обстановки или решаете какую задачу потом а плюнули на нее пошли перепурили то есть вы утрачиваете некий социальный и суц с ситуационный контроль вот это очень важный тоже диагностические критерии то есть бывает ли такое что несмотря на то что есть запрет курения и вы понимаете что ситуация не позволяет вы тем не менее утратив ситуационный и социальный контроль нарушаете эти запреты напишите если у вас есть такой симптом следующий симптом когда психоактивное вещество уже наносит вам очевидный вред например ну вот вы курите уже ну просто лающий кашель у вас вы уже сожгли все верхние дыхательные пути и легкие обожгли потому что температура горения очень высокая вы просто прижгите себе руку то сигареты угольком вы поймете какая температура а кто курит вейп это еще хуже потому что температура горения вейпа электронный сигарет еще выше люди получают настоящие ожоги верхних дыхательных путей и легких и тем самым они сжигают всю слизистую ну и там необратимые изменения вплоть до хобыл хронических абструктивных заболеваний легких и просто рак может развиться потому что малигнизация легочной ткани очень высока при курении риски очень высоких и так несмотря на то что вы уже нанесли ощутимый вред себе ваше психоактивное вещество поступает и поступает в организм то есть вы не останавливаетесь вы для интереса зайдите в раковые диспансер в онкологическую больницу легочную вы посмотрите сколько там людей им уже сделали операции или только они готовятся к операции на удаление рака легких а тем не менее они сидят где нибудь там на первом этаже в курилке и продолжают курить они смертники то есть они вообще безумцы сколько людей после инфаркта им врачи кардиологи говорят все хоре курить стоп ты уже докурился они им говорят все бросай они иногда могут там на недельку-две но как только полгода прошло как ушли там стенокардические боли они снова начинают курить им нельзя им уже стенды поставили там заменили сосуды коронарные и они тем не менее все равно курят они ну как безумцы дальше сколько людей убило свои сосуды и нижних конечностей так называемый облитерирующий эндортерит когда кровь уже не идет не доходит до отдаленных участков ног начинает уже атрофироваться пальцы нижние нижних конечностей просто даже уже отрезают извините даже и палец и щиколотку и по ноге и по колени и по бедра уже могут отрезать ноги а люди все равно курят сколько гастроэнтерологов говорила людям не не курите потому что вы глотаете вот эту слюну обогащенную никотиновой смолой и она просто делает дырку пенетрацию вашем желудке язва она в итоге превращается в дырку и все содержимое улетает в брюшную полость то есть это перед они там дело кончается и смертью потом разрезают желудок разрезают там брюшную полость кишки вынимают как в тазике их моют снова складывать брюшную полость люди не понимают что они делают то есть они как безумцы и вот если у вас есть такой симптом что вы уже пострадали вы уже действительно организм свой разрушили никотином но тем не менее как наркоманы которые уже при смерти находится они все равно полят себе дозу если вы продолжаете курить несмотря на ущерб нанесенный здоровью это следующий диагностический критерий напишите если это так напишите у нас набирается несколько диагностических критериев далее мне же нужно понять кто сегодня будет бросать курить и следующий симптом вы могли бы купить себе что-то из одежды какую-нибудь новую рубашечку красивую или вы могли бы купить себе какой-нибудь железяку к машине вы любите машину там копаете все время улучшаете девайсы всякие могли бы там какую-нибудь штучку машину купить себе да или вы могли бы какие-то там я не знаю фрукты овощи что-нибудь хорошее красивое себе полезное купить детям в конце концов жене подарок но тем не менее вы с регулярной такой очередностью каждый месяц тратите на сигареты от трех до пяти тысяч рублей в зависимости от того насколько дорогие сигареты вы выкуриваете дорогие это обычно 5000 рублей в месяц тратит человек менее дорогие трешку и так каждый месяц улетает в трубу пятерка купюра достоинством 5000 рублей ну или 3000 вот вы понимаете нелепость что проще просто взять поджечь купюру это будет дешевле для вашего здоровья то есть вы могли бы каждый месяц взять вот так зажигалкой поджигать 5000 рублей и смотреть как она горит и это было бы гораздо полезнее потому что вы эти 5000 рублей пропускаете через свои легкие через свой желудок кровеносные сосуды сердце мозг я хочу чтобы вы понимали мозг то ведь тоже тупее нервные клеточки они же отравлены никотином и в итоге вы снижаете интеллектуально вы должны это понимать бесследно не пройдет все куряки тупицы потому что они убивают собственными руками свой интеллект вы скажете о наверное вы преувеличиваете да нет очень много ученых есть такие умные люди например есть вот адепт курение такой известный очень убежденный кстати уважаемый мною очень уважаемый александр невзоров вот александр глебович невзоров ну который говорит как пишет ну прекрасный у него интеллект память великолепно и при этом он страшный куряка но из известных людей приятно его слушать мы сейчас не говорим о содержании ну просто вот послушайте у человека очень интеллектуальная интересная богатая палитра и эмоциональная речь и он заядлый курильщик и вы можете сказать вот какой умный человек а курит я вам отвечу а если бы он не курил может мы еще более интересные могли бы видеть результаты его творчества я уверен что он очень рискует и не хочу конечно ничего каркать но дело может плохо кончится он может не согласиться со мной вы можете со мной не согласиться но я врач я присутствую очень часто на операциях на легких я выслушиваю рассказы людей которые пострадали от курения я видел как отрезают ноги курильщикам я видел как меняют сосуды коронарные слушайте это очень опасная затея вы просто смертники а сколько людей вообще скосил рак курильщиков но к сожалению вот эти простые какие-то казалось бы элементарные истины не доходят до курильщиков и они готовы тратить большие деньги я считаю что это большие деньги для любого человека пять тысяч рублей это это деньги и каждый месяц каждый месяц вы могли бы иметь прибавку к зарплате вот эта пятерка она бы прилетала бы ниоткуда к вам но курильщикам это все по барабану они говорят очень часто ой живу один раз не пить не курить так зачем тогда жить все мы все равно окажемся под землей лучше как говорится жить полной жизнью чем чего-то там терпеть часто такие можно слышать отмазки ой все равно все сдохнем вот кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет это я все перечисляю то что мне пишут в тик токе в инстаграме я тут 10 серий по курению стал размещать людям так они мне агрессивно пишут а ты чё это нас тут оскорбляешь это некорректное высказывание и так далее то есть агрессивно защищают свою ошибку мышления это третий диагностический критерий то есть все нормальные люди понимают что курить плохо дурно но люди которые находятся в зависимости имеет ошибку мышления или попросту говоря они бредят это бред идея которая разубеждению не поддается и они защищают агрессивно свои убеждения ложные ошибочные добровольные заблуждения пишите если у вас есть ошибка мышления если вы защищаете свою позицию что вот курить я не собираюсь меня все устраивает это не вредно не доказано ничего что курение вредно александр глебович низок невзоров любит говорить не доказано всякие там отмазки в прямом эфире часто говорит так вот уважаемые друзья пишите если у вас тоже такое есть отношение к никотину что это вроде хорошо до долгожителей много среди куряк вот вот это все вот если у вас есть в голове пишите да у меня вот есть такое убеждение и последнее что я хотел вам сказать перед тем как мы будем бросать курить я уже не говорю о том что вы обкуриваете всех своих близких и невинных людей детей вы говорите я в подъезд выхожу я дома не курю вы даже не представляете как тянет из подъезда в квартиру к вам вы вот бросите курить сегодня вы это прочувствуете вы это поймете как воняет табак даже если вы на первом этаже покурили а живете на десятом мало этого люди не понимают что они вот эту свою помойку они же покурили свои губы свои зубы язык свои легкие то есть вдыхает и выдыхает 16 раз в минуту пусть это эту помойку он приносит домой он же не оставляет свои губы там на первом этаже свои легкие он же не выдирает из себя и не кидает одежду свою вонючую он же не оставляет на первом этаже вот он приходит и дышит на своих детей дрянью этой на супругу свою которая может не курить на родителей мало этого он еще может быть ложится в постель и своими грязными этими губами обкуренными вонючими помоечными лезет целоваться к женщине я надеюсь вы в своем уме женщины бы отказываете курякам в интимной близости или вы себя извините на помойке нашли что возможно грязью всякой вот обмазывать некоторые пьяными тоже лезут к женщинам отказывайте им будьте похожи немного на государство но вот государство создало такие условия для куряк в поезде курить нельзя в школе курить нельзя но и дома тоже создайте условия все пока ты куришь давай сам собой веди беседу пока ты пьешь тоже пока вы не создаете некие условия для изменений каких-то в мозгу человека мозги он не меняется потому что уговоры не помогают вы поймите это больной человек больной зависимостью если вы создаете человеку невыносимые условия ну тогда он просто вынуждена подчиняется вот почему здесь скажем вот я сейчас нахожусь в штатах вот вы положите кошелек на дорогу никто не прикоснется я вам серьезно говорю телефон я забыл где-то на на полке из какого-то большого молла я там вышел и оставил телефон достаточно дорогой его тут же передали люди на кассу я там вечером напомнился пошел в магазине мне на кассе выдали его почему люди не берут чужое почему бутылочку с молока например вы идете с ребенком упала бутылочка часто младенец роняет или там маленький ребенок вот она где лежала люди и и могут поднять поставить куда-нибудь на заборчик на видное место но никто не возьмет знаете почему но потому что здесь работает именно система неотвратимости наказания потому что вас обязательно полиция накажет а сорока такие что мало не покажется здесь нет такого что путем частичного сложения вам могут дать пять пожизненных сроков и будете сидеть за за кошелек за то что попили на улице пиво вы даже нести не можете пиво без пакетика вам продают в пакетике таком бумажном чтобы никто не видел что вы несете что-то алкогольное или табачное сигареты нельзя курить на улице нельзя штраф очень большой наказание очень большое вы должны понимать что у вас вот ну вы зажаты не отвратимость вот когда вас зажмут дома жена вам будет отказывать в интимной близости транспорте на улице в подъезде вам будет говорить да ты хватит уже вонять когда вас прижмет ситуацию вы вынуждены будете принять какое-то решение хотя я говорил вам о том что курильщики это бедолаги они уже смертники и все равно они делают одно и то же тем не менее если не подходить к этому серьезно то дело у многих хочется смертью вот я вам уважаемые друзья нарисовал картину которая реальная она не какая-то там вымышленная это реальная картина которая существует то есть куряки делают все против себя во вред себе и они возможно уже пришли к этой идее бросить курить но к сожалению у них не хватает какой-то решительности или у них был какой-то отрицательный опыт бросания курения или они думали ничего не будет так вот сегодня уважаемые друзья такой день такой час когда вы можете с моей помощью потому что пока мы говорили с вами я оказывал на вас вольно или невольно некая психологическое лечебное воздействие которая поможет вам абсолютно безболезненно прямо с сегодняшнего дня вот с этого эфира когда закончится наш эфир пойти вычистите всех закромов все сигареты все раковые палочки очистить ваш дом от всех аксессуаров пепельницы зажигалки какие-то ваши электронные куритные девайсы вейпы все выбросить в помойку вынести из дома очистить машину на работе все убрать навсегда очистить и просто с сегодняшнего дня вы бросаете курить я хочу вам сказать сокращение выкуренных сигарет тупиковый курить бросить курить можно или сразу или никогда все остальное это размазывание каши по тарелке это просто люди не понимают что наркотик в организме если присутствует он тянет новую дозу поэтому некоторые приклеивают пластыри никотиновые там это бред какой-то вы сами вносите в свой организм какую-то дозу пусть незначительную но никотина и значит вас будет дальше тянуть на курение единственный способ это полный отказ от табака одномоментно сразу и нужно чтобы 21 день прошел если 21 день вы не курите у вас сразу же уходит физическая зависимость то есть если организм как говорится переболел все значит 21 день вы уже больше можете не страдать организм все забудет никотин потом еще будет у вас психологическая зависимость она обычно полгода длится и воспоминания сигаретах каких-то ситуациях при которых вы курили например утром встали сигарета до завтрака или после кофе дело сделал дело там начал все сигарета это как отрезок времени и пространства отмеченные сигареты какие-то беседы в курилки собрания ну вот это все сигарета она ритуальный характер носит часто так вот уважаемые друзья полгода еще будет вам напоминать сигарета о неких ритуалах которые у вас были но потом все забудется я не курю 30 лет очень счастлив чувствую себя прекрасно вам чего желаю тоже и сегодня мы если насчитали вот эти диагностические критерии вот которые я вам перечислял но можем реально отказаться потому что вы зависимый человек вам это необходимо делать дальше просто кончится все плохо и по-хорошему лучше избавиться от этого пока не поздно итак уважаемые друзья поговорили о диагностических критериях как бросить курить одномоментно значит вот у меня к вам такое предложение прямой эфир закончится с окончанием прямого эфира вы заканчиваете курить все конец конец сигаретам вы можете сказать а вдруг я не смогу вдруг я не сдюжу сможете я хочу чтобы у вас были мои сеансы психотерапии от курения это не так дорого стоит 1000 рублей стоит 7 сеансов гипноза на ночь по полчаса слушайте мой голос музыку видео прекрасное это вас поддержит для наиболее злостных курильщиков можно даже 10 ступеней взять там 70 сеансов от курения есть ну чуть дороже вам обойдется это все но все это окупится со второго третьего месяца уже будете в плюсе и есть еще более легкий вариант просто позвонить своему врачу я вас закодирую по телефону по ватсап учитывая то сколько вы тратите на сигареты я уж не говорю о том что вы можете физически пострадать а лечиться не дешево тоже то даже про деньги забудьте это не вопрос денег это вопрос спасения вашего поэтому у нас есть три варианта первый бесплатно бросить курить сразу после этого сеанса я сейчас вы может быть пропустили давал установки на бросание курения то есть это гипнотические воздействия которые будут вам помогать вы удивитесь как легко и свободно вы сможете отказаться от сигарет уже прямо сегодня после этого эфира я прошу вас ваши успехи зафиксировать в обращениях ко мне может отзыв напишите нам очень важно чтобы люди понимали что психотерапия работает это действенный опыт мой и напишите свои впечатления как там дело у вас прошло может быть вы очень легко после нашего занятия сегодня бросить курить второй вариант вы можете зайти на наш сайт доктор гужагин интернете набейте в гугле и вы попадете в магазин гипноза на нашем сайте возьмете себе несколько ступеней или одну ступень сеансов гипноза 7 сеансов стоит 1000 рублей это же вообще ничто по сравнению с тем что вы тратите что вам угрожает и последнее это обратиться лично ко мне на ватсап я вам помогу закодирую одного занятия достаточно чтобы бросить курить и так уважаемые друзья я уже создал все необходимые условия для того чтобы бросили курить я сейчас с вами еще побеседую потому что вы возможно мне писали что-то по ходу моего эфира но все остальные собирается с мыслями когда эфир закончится вы бросаете курить этого шанс я говорю вам это вполне ответственно я не просто разговаривал с вами сегодня я кое-что делал для того чтобы вы могли сегодня покончить с этим никотиновым безумием а сейчас мы с вами пройдемся по вашим вопросам помните что наиболее успешные вопросы и ответы примируются в прямом эфире разыграем 7 сеансов гипноза которые помогут бросить курить конечно мы не только от курения помогаем но и от алкоголя от неврозов игромании от наркомании от разных разных от алкоголя вопросов лишнего веса я врач психотерапевт с 35 летним стажем нам обращаются люди с разными заболеваниями и зависимости и так вопрос здравствуйте здравствуйте как избавиться от тяги выпить ну это все то же самое то есть человек если зависим от алкоголя у него практически похожие диагностические критерии здесь самостоятельно обойтись наверное не удастся вы уже пробовали нужно обратиться на прием к врачу психотерапевту врачи психотерапевты бывают разные наркологи разные я нарколог и психиатра у меня действующий сертификат и врачебные лицензии но найти надо толкового к сожалению многие специалисты полностью дискредитировали этот метод а метод наиболее действенный это метод гипнотического кодирования только нужно как-то посмотреть вам на человека на врача если внушает вам доверие идите смело к нему если я произвожу приятное впечатление на вас но напишите мне ватсап по интернету мы каждый день кодируем от алкоголя очень эффективно от года до пяти можно легко бросить пить и больше не возвращаться к этому вообще никогда через пять лет многие вообще забывают о том что алкоголь был в их жизнь по чуть-чуть выпивать не получится многие кто выпивает уже давно организм их и головной мозг записал эту информацию на жесткие диски к сожалению это будет вас преследовать постоянно срывы будут постоянно поэтому только полное воздержание врач психотерапевт вам придется в помощь здравствуйте здравствуйте здороваются отлично видео видно и слышно это мне писали в начале спасибо всегда смотрю ваши видеоролики они очень правдивы так я вам правду говорю мне какой смысл при моих сединах чего-то вам тут рассказывать какие-то сказки я уже человек в возрасте и я убежденный трезвенник и не куряка уже я не курю и не пьют 30 лет уже я через все это прошел поэтому говорю с вами честно нет мне смысла вам говорить какие-то глупости спасибо разница между психологической никотиновой зависимостью и химической зависимости к никотину ну разница очень простая с одной стороны вы попадаете в физическую зависимость тело просит то есть в цикл крепца никотин включен и он все время новую дозу у вас просит это как хлеб как масло уже необходимо организму для существования а психологическая но вы привыкли к определенным психологическим ритуалом начало дело конец дело отдых простите после секса всегда и везде с вами сигареты она связана с какими-то действиями или паузами вашей жизни это ритуальный характер это психологическая зависимость химическая зависимость уходит за 21 день полгода нужно чтобы забыть то что вы когда-то делали с завидной регулярностью люди и начинают курить чтобы почувствовать себя взрослыми крутыми и не думают во что это выльется ну абсолютно вы правы я вам рассказывал о своем детстве ну конечно я был маленьким несмышленым я хотел походить на взрослых крутых и мой брат тоже но мы кстати бросили курить то с возрастом все-таки приходит осознание а кто задержался в детстве ну те совсем бедолаги ну несчастные люди ну не приходит к ним в голову что это абсолютный бред но в детстве поиграли в бирюльки все достаточно вы повзрослели вам допустим 30 лет уже но все вы состоявшаяся личность 40 вообще глупо 50 60 курить вообще нелепо поэтому вы абсолютно правы я согласен это все баловство расскажите почему люди набирают в весе при отказе от табака ну вопрос прекрасный действительно когда вы находитесь в этом постоянном крематоре у вас там дымит яды отравляют вы как будто припали к этой вот выхлопной трубе и тут вас оттащили от нее организм воспрял это ренессанс для него он думает что со мной наконец-то он перестал меня убивать и появляется желание восполнить ресурсы появляются вкусы курильщики кстати ничего не едят действительно не худые как щепки аппетит убивает никотин поэтому многие полные люди думают о лучше буду курить и тогда похудею но часто они едят и курят еще это совершенно разные две вещи и люди действительно поправляются потому что они получают такой новый стимул для жизни в пищевом плане и вот они вот восполняют свою зависимость пищевыми продуктами ко мне вот написал написала одна супруга пациент пациента что муж бросил пить с моей помощью и вместо бутылки водки он покупает себе мороженку и дети очень счастливы говорят папа у нас мороженку ест раньше водку пил и жена рада но факт вот похожий то есть люди начинают чувствовать вкус у них может быть там какие-то моменты связаны с пристрастием к сладкому мучному поэтому те кто бросает курить конечно нужно не самостоятельно это делать а под прикрытием психотерапии врач психотерапевт ставит также установки чтобы люди не поправлялись так что это опять ко мне спасибо здравствуйте я немного приболела горло болит что делать ну вот чем немного приболела это может быть все что угодно врач же не может лечить по телефону соматические болезни нужно посмотреть ваше горло является ли это просто респираторным каким-то состоянием если гиперемия дужек ваших верхнего неба какова обложенность языка нужно шпателем посмотреть вам заднюю стенку блотки нет ли у вас явление лакунарной ангины может вы просто простудились горячее там холодное пили в жаркую погоду может быть у вас явление к вида откуда же я знаю уважаемые чем вы заболели вопрос такой но очень-очень такое расплывчатый а может вы просто перекурили потому что никотин высушает всю стенку глотки дыхательные пути в общем причин может быть много мне нужно больше информации напишите мне в ватсап 8 9 2 2 20 369 22 поможем вам лучших врачу обратитесь к терапевту я очень хочу но боюсь набрать вес это меня пугает ну вот мы об этом говорили но хорошо значит какой вас выбор риски то повышается будете курить и может чего-то с вами не то случится настоящая болезнь не дай бог бросайте курить курить очень нехорошо а насчет того чтобы похудеть и не поправляться пожалуйста есть у нас все возможности то есть еще раз говорю но зайдите возьмите мои сеансы по лишнему весу те же самые тысячи рублей там потратьте и все это убивает аппетит кушать не хочется здравствуйте доктор врач вы в сочи сейчас нет я в майами но сочи тоже хорошо я после родов через три часа встала и пошла курить там мне хотелось я вообще не вижу преград чтобы покурить ну да некоторые женщины красивые образованные их все любят муж мама дети души не чают в них балует их и как-то эрих фром сказал великий психолог что воспринимая человека таким какой он есть мы делаем ему хуже то есть ну надо видимо указать вам на то что вы заблудились пусть муж вам скажет или дети или вы сами наконец поймете что это не цивилизованно это децивилизованно это признак какой-то деградации курить в наше время все люди уже достойные давным-давно бросили курить особенно люди образованные окей кашля нет как-то не странно такая и не сказал что у вас будет кашель я же не говорю что вы будете задыхаться сейчас или рвота у вас будет хотя у некоторых могут быть такие симптомы в результате нашего с вами сегодняшнего занятия но не у всех сценарий может быть такое просто вы чувствуете что вот не хочу курить и все раз не хочу ну и зачем тогда после сеанса вы можете нашего после нашего занятия просто взять и отказаться от сигарет у кого-то может возникнуть отвращение даже кашеля рвота но это вас только укрепит в желании бросить курить так 2000 каждый месяц это много для моего региона ну раз много бросайте курить сегодня и будете получать прибавку зарплате 2000 рублей вы правы пишут не считаю курить отвратительно понятно возможно придет какое-то время для понимания может вы очень молоды еще очень очень здоровы но это все может измениться в германии в месяц 350 евро на одного курильщика ну 350 евро на одного курильщика это что сигарет столько вы покупаете или лечение столько стоит от сигарет я не знаю но расшифруйте но я так примерно понимаю что это большие деньги так что рекомендую вам бросить курить или обратиться к врачу пожалуйста вот ваш доктор неважно в германии вы находитесь или в россии или штатах господин google интернет связал нас всех вместе в одну семью так я попробую пишет не человек отлично у нас уже один человек может попробовать сегодня бросить курить полгода как бросил курить иногда приходят мысли покурить ну понятно что зависимость я вам говорю 6 месяцев 6 месяцев может длиться психологическая но потом стихают эти все уже мысли не пью не курю хочу бросить но самовнушение что курение успокаивает мешает а не пью но курю ну сам себя человек убедить не может понимаете и лечить себя не может вот наш эфированный посвящен тому чтобы сегодня вам помочь соскочить с этого поезда идущего в ад так вы мой комментарий пропустили который до 2000 каждый месяц ну может быть да я пропустил но в принципе смысл смысл понятен вы очень хорошо описали ситуацию и благодарю вас за такую активность ну что ж давайте посмотрим а я попробую отлично вот еще такой комментарий смотрите еще у нас есть такой человек который попробует давайте посмотрим в инстаграме будем тихонечко закругляться по окончании эфира как я вам сказал есть шанс у вас бросить курить еще у нас будет розыгрыш прямом эфире 7 сеансов гипноза от курения так ну вот тут я всем уже помахал ручкой поздоровался так видно и слышно хорошо все замечательно очень хорошо так машу ручкой всем кому не помахал пожалуйста еще несколько минут у вас есть чтобы задать умный вопрос и потом я разыграю в эфире 7 сеансов гипноза от курения доктор расскажите сейчас на пачках сигарет рисуют пугающие картинки пагубного влияния курения это действительно помогает бросить или наоборот подстегивает курить я считаю что это не помогает абсолютно это могли бы люди которые занимаются пропагандой здорового образа жизни люди государства организаторы здравоохранения вот они бы могли проконсультироваться у врачей психотерапевта вот я врач который занимается гипнотерапией кодирование установка кодированием установками я лечу зависимости 35 лет ну вот прежде чем рисовать на пачках но подошли бы ко мне спросили бы меня чего делать доктор рисовать нам на пачках или нет я бы сказал ни в коем случае нарисуйте на пачках здоровую красивую женщину мужчину спортивного вида здоровую семью родителей там каких-то хорошем товарном виде не со сморщенными лицами таких вменяемых вот положительные какие-то моменты нарисуйте и тогда вот это будет действовать гораздо лучше сожалению так устроен у нас мозг что существует так называемый активный негативизм то есть человек все время оправдывает какие-то свои негативные действия какими-то такими действенными или недейственными отмазками убедительными или неубедительными то есть вы вспомните ребенка вот в детстве 3-5 лет вы идете ведете ребенка за руку и говорите ему не шлепай по лужам да ребенок смотрит на вас и шлепает со всего размер размаха своей ножкой по луже вас обрызгивает из себя и вы ему греть и задержите без сказала он не понимает почему вы ругаетесь потому что мозг наш он так устроен что частичку не не читает он читает вот эту фразу не шлепай по лужам как шлепай по лужам и ребенок смотрит на вас и не понимает чего вы ругаетесь вы же просили его шлепать по лужам то же самое когда вы говорите не кури не кури а курильщик слышит кури 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 и только благодаря пониманию что есть активный негативизм только благодаря этому очень интеллектуальная тонкая работа врача психотерапевта позволяет человеку принять какое-то другое решение взвесив все за и против а пугалки какие-то ничего не дают люди активно покупают эти сигареты хорошо и качественно курит и все остается по-прежнему вот такой вот ответ на ваш вопрос бросил курить но иногда появляется желание закурить как избавиться от этого но вот самолечение она действительно не доводит до конца этот процесс психологическую зависимость нужно убирать именно методами психотерапии я вам рекомендую обязательно участвовать сейчас в розыгрыше мы разыграем вот 7 сеансов гипноза от курения или зайдите потратить тысячу рублей купите себе 7 сеансов гипноза на нашем сайте все но же вы тратите больше так что пожалуйста помощь врача нужна психотерапевта почему когда бросают курить начинается набор веса ну потому что я уже рассказывал человек как будто в тюрьме сидел дышал каким-то загаженным воздухом организм начинает оживать и вот восполняет то что утрачено это я уже обсуждал прямо недавно почему просто не запретят торговлю никотином если это наркотик ну я только за я только за полный запрет табака полный запрет алкоголя и запрет марихуаны сожалению государство видимо выгодно это может это хорошее восполнение бюджета или им лень гоняться за драгдиллерами но другого выбора нет было бы гораздо всем проще если бы это все запретили во всем мире а если в соседней стране вас продают а здесь нет ну тогда беда помните эти пьяные рейсы когда из финляндии на пароме в прибалтику финны ехали напивались там в прибалтике потом их грузили как дрова на паром и они ехали обратно затаренные водкой вот вам пожалуйста то есть если запрещать то везде вот собрались бы люди государственные лидеры да и сделали бы это вот бы всем было хорошо от этого так дальше доктор у меня в окружении все мужики бросили а вот женщин курящих много скажите женщинам тяжелее бросать ну конечно замечательный вопрос тянет на медаль как говорится представляете женщина же вообще очень эмоциональные и многое позволено вот тут недавно писала женщина мне никто ничего не запрещает я родила да пошла покурила муж видимо так вот ходит на задних лапках девушка красивая у него ребенка родила мужик же не может родить сам ребенка все настоящий мужчина с семейными ценностями будет ходить вот так кланяться ей спасибо что ты мне дитя дало многие мужчины же очень трепетно к детям относятся когда это ваше семя которое проросло в женщине тот же генетический материал как у вас ну все он будет ей все позволять ну и все и пожалуйста тем более он же обращается к ней с просьбами опять таки за интимными ласками ну как он будет ей там чего-то говорить ты чо хоришь она скажет ну и пошел отсюда то есть понимаете у женщин очень много манипуляционных рычагов и поэтому женщине очень трудновато если остатки разума у женщины сохранились если она понимает что она себе вредит но конечно эффект может быть вполне и обязательно к врачу психотерапевту самостоятельно женщине очень сложно потому что они к сожалению так придумала природа эмоциональные более стероидные театральные и художественные впечатлительные ну и вот им сложновато самостоятельно с врачом легче врач может реально помочь хороший вопрос так дальше так почему все курильщики знают что курение вредно почему тогда курят ну я один из симптомов этот описывал то есть это один из диагностических критериев то есть это утрата критики утрата ситуационного и количественного контроля мы говорили об этом подробно то есть они практически как бабочки летящие на огонь они больны то есть они больны этой зависимостью воздержание для них очень болезненно поэтому они вынуждены курить они в тисках находятся зависимость доброе время суток как можно лечить герпес шестого седьмого типа ну во первых нужно бросить курить и пить нужно укрепить свой организм потому что герпес это вирус который проникает в организм иногда встраивается в геном человека и он там как чужой начинает селиться как только вы ослабли допустим подстыли где-нибудь у вас раз выскочила на губе такая блямбочка вот это герпес или на крайней плоти на половых органах бывают герпес то есть на слизистой вылезает этот вирус и и только если вы защитите себя в иммунном плане если вы будете правильно питаться отдыхать загорать с высыпаться по ночам жить в хороших психологических условиях не будете ругаться не будете там ссориться на работе и дома будете просто счастливым человеком вирус ваш вас не возьмет пока вы в проблемах да он будет все время напоминать о себе антивирусных препаратов не существует чтобы вы понимали давайте по-взрослому говорить антибактериальные есть препараты вирусных не придумали еще это даже не клетка это частичка понимаете рнк ну то есть это такие белки которые ну как знаю это это мельчайшие мельчайшие таких даже не клеточное образование то частички клеток представляете и как они иногда бывают зловредные их же много они паразитируют в организмах людей так что вот этот вот вирус который к нам тоже прилетел корона вирус это тоже беда весь мир остановился но борется с ним иногда успешно так нет ничего проще чем бросить курить я бросал раз сто март вен очень надеюсь что поможете доктор ну да хорошая фраза она у меня стоит на сайте да конечно это ирония одновременно и в то же время но я думаю что тем не менее надо бросать курить надо дороже обойдется поверьте мне так чтобы бросить курить нужна ли ваша помощь или можно бросить самому и кнопки которые сейчас всунули в сигареты это тоже зависимость ну конечно 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 можно самостоятельно я вам сказал просто после этого эфира вы бросаете все свои электронные девайсы они также вредны потому что сжигают повышенной температуры горения слизистую легких дыхательных путей это очень опасно можно обратиться к врачу почему бы нет люди почему-то обращаются к стоматологу зубы лечат сами же не сверлить свои зубы гастроэнтерологу обращаются кардиологу почему к врачу психотерапевту не обратиться вы считаете что никотиновая зависимость это не заболевание это болезнь врач психотерапевт всегда поможет пожалуйста есть понимание есть возможность пишите мне на ватсап 8 9 2 2 20 369 22 и помогу вам все можно это уладить так дальше смотрим так будем заканчивать уже муж говорит что я наркоманка и я зависимая стала ну да наверное он прав если говорить а вы за вакцинацией или против вот с вакцинацией очень сложный вопрос с одной стороны вы от этого вируса от этого штамма вируса можете привиться сейчас вакцинация бесплатно в любой стране пожалуйста есть очень много пунктов вот здесь штатах например в шаговой доступности вы просто приходите и вакцинируете даже вам надо могут бесплатно такси предоставить убер например бесплатно может привести вас пункт вакцинации а также в россии сейчас это все полностью допустимо ну с одной стороны вы этот штамм как бы вируса как риск убираете из своего организма с другой стороны когда ваш организма входит какая-то белковая структура вирусная все равно же там ослаблены или умершленные вирусы или их токсины или их частички вводят вам чтобы выработать иммунитет специфически понимаете то есть именно к этому штамму к этому вирусу то тем сам специфический иммунитет он ослабляет не специфический иммунитет то есть в целом защитные силы организма они ослабляются и потом вы встречаете с кем-то новым штаммом каким-то другим вирусом который уже мутировал и вы с ним может быть и не справитесь вот то есть вопрос очень сложный кто-то считает что надо прививаться кто-то считает что сам справиться это выбор конечно каждого человека я здесь не могу вам дать никаких рекомендаций многие люди которые находятся в зоне риска например они часто путешествуют или просто находится в контакте с множеством людей наверное им есть смысл потому что риски высокие если вы в основном дома находитесь и вам может быть и нет смысла если вы молоды если вы в возрасте то риски очень высокие к сожалению коронавирусная инфекция очень тяжело и с которые еле-еле выбрались поэтому я не могу вам дать совета выбор за вами анализируйте взвешивайте информацию и принимайте самостоятельно решение так я бросила первый раз на три года второй на три месяца третий на два года хочу навсегда молодец умничка опыт есть надо покончить с этим извините дерьмом окончательно так ну что ж пока мы тут говорили еще так что-то понаписали не я была в печали когда меня даже роды не остановили и в отчаянии что меня так тянет к табаку ну значит вам точно ко мне врачу психотерапевту и так уважаемые друзья но я все уже отзывы и там какие то вопросы не смогу прочитать вот в одноклассниках сейчас есть всякие электронные сигареты они уже вышли жизнь курильщика всем кажется что это не вредно но это зло страшнее обычного табака да конечно согласен это в одноклассниках пишут так но еще сейчас посмотрю что пишут здесь и наверное будем сворачиваться уважаемые друзья вы не обижайтесь я постараюсь ответить позже на все ваши вопросы добрый вечер здравствуйте я бросил курить лет 7 назад просто бросил с мыслью что буду курить буду болеть ну да правда слушаю вас а мой сын который закурил ему 18 лет бросил свой гаджет и одним ухом прослушивать прямой эфир может дойдет до него ну надеюсь я очень надеюсь так 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 но что друзья друзья та 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 там розыгрыш я считаю что вы были сегодня на высоте после окончания эфира кто-то действительно реально бросит курить держите меня в курсе сами не сможете значит обращайтесь ко мне ваш доктор гужагин всегда на связи по ватсап проводим индивидуальные лечебные консультации и кодирование телефон 8 922 20 369 22 все очень просто если хотите помочь себе немножко бюджетно зайдите на мой сайт возьмите 7 сеансов гипноза стоит 1000 рублей это все немного и выиграл сегодня комплект из семи сеансов гипноза которые помогут бросить курить человек который написал следующее женщинам действительно труднее бросать курить это очень хороший вопрос я рассуждал в прямом эфире об этом женщинам сложнее это наше все мы их балуем они к сожалению этим пользуются ну и сами от природы они обладают определенными особенностями эмоциональными но все же женщинам можно бросить курить я думаю с помощью врача гораздо легче обращайтесь ко мне поможем все кто был в эфире спасибо мы увидимся с вами в следующем субботнем эфире я думаю в 22 часа по Екатеринбургу или в 20 часов по Москве я вижу что активность хорошая наверное вам это время попозже подходит напишите мне если оно вам подходит и человеку который выиграл вот этот комплект сеансов гипноза я направляю их на тот телефонный номер который мне наверное они направят то есть напишут мне на ватсап письмо и я ответным письмом пошлю ссылочку для скачивания большое спасибо всем благодарю вас было приятно с вами беседовать и сегодня у вас есть шанс бросить курить как только я отключаюсь все конец сигаретам примите решение я вам сегодня помогал это ваш реальный шанс бросить курить навсегда пока с вами доктор гужагин отключаюсь с 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 и с с